Всем большой привет! С вами Лиза. Сегодня я покажу свои покупки за август месяц. Здесь будет 4 магазина. Первый это будет заказ Брокарт, потом заказ Парфумс, заказ Майкап и покупки в магазине Ева. Поэтому, кому интересно, пожалуйста, продолжайте смотреть. Я собрала несколько таких заказов, чтобы было побольше и интереснее смотреть. На сайте Брокарт последнее время каждый вторник проходит акция минус 50 на 500 товаров. И можно действительно купить свои какие-то давние хотелки, то, что вы хотели, по более выгодной цене. Я давно присматривалась, во-первых, вот к такому вот продукту от бренда Clorans. Это масло для губ, Lip Comfort Oil, в оттеночке 02. Когда я заказывала, на сайте не было Брокарда выбора оттенка. Я вам обязательно оставлю ссылочки, заглядывайте в инфобокс. То есть, был вот такой вот только второй. Но я видела у девочек, что есть и 01, и они разные по оттенку самого масла, разные по аромату. Но на губах он выглядит прозрачным. Мне очень нравится, во-первых, эта упаковка. Очень классная. На губах он выглядит прозрачным. И для меня это уходовый продукт. Мне очень понравилось, что не щиплет губы, тут нет никакого перца. Я, например, уже задумывалась, чтобы купить масло от Avon. У них есть в очень похожих упаковочках. Но у меня нет знакомого консультанта. Девочка, которая на работе занималась. Одна ушла в декрет, другая уволилась. Поэтому пока что мне негде заказывать. Давайте покажу вам, какой тут огромный спонж. Я таких еще спонжей не видела. Но он достаточно удобный. Это масло на губах выглядит как блеск. Но оно не липкое совсем. И я им пользуюсь именно как уходом. Потому что как декор не дает оттенка. Но, в принципе, если вам и не нужно какого-то такого макияжа, если вам не нужно надевать маску, то почему бы и нет. У меня, например, на работе я недавно увидела у девочки такое же масло. Ей подарили. Она им пользуется просто как блеском. И по скидке 50% его цена была 300 гривен, по-моему. Ну, точно не помню. Что-то в районе того. В общем, я довольна как слон, что я его заказала. И мне оно нравится даже на ночь использовать. Стало прекрасной заменой бальзаму для губ Фаберлик. 3D объем или как-то так оно называлось. Из линейки Beauty Lab его сейчас нет в продаже. Но то средство было липкое, а это не липкое. Очень понравилось. И если вы хотели, обратите внимание, по вторникам вот эта акция и это масло там постоянно участвует. И второе средство от Clorans. Это консилер. Тоже очень знаменитое средство на просторах YouTube. Его особенность в том, что объем аж 15 мл. Вот такой вот флакончик. То есть практически как тональный крем. Оттеночек у меня 0,1. Но оттенок не слишком темный. Сегодня я его наносила под глаза. Вставлю вам кусочек видео, как я наносила его. И, конечно же, покажу свотч. Также свотчи у меня есть в Instagram. В сохраненных stories. Кто еще не подписался на Instagram, подписывайтесь. Я там каждый день что-то в stories выкладываю. И косметику, и новинки там раньше появляются. Вот так вот он выглядит. То есть я бы не сказала, что он прям очень светлый. Но вот сегодня, когда я наносила при таком хорошем ярком освещении, я заметила, что все-таки светлее немножечко тонального крема. По скидке он мне получился тоже 300 гривен с хвостиком. За 15 мл. То есть это, считайте, вы купили люксовый консилер по цене масс-маркета. Да, еще и в таком объеме, если пересчитать, вообще, мне кажется, очень выгодно. Поэтому рекомендую обратить внимание. Ну, не ждите от него каких-то чудес. Это хороший консилер. Есть также хорошие консилеры и у Maybelline, и у Catrice, и у Lilo. Сейчас я пользуюсь. То есть, ну, не будет он прям каким-то вау. Просто хороший консилер. Он перекрывает. Он оставляет немножечко матовый финиш, когда наносишь. Но я все равно закрепляю все пудрой. На все лицо также наношу пудру. Не забиваются в складочки. Нормально держится в течение дня. Я его уже несколько дней носила. В принципе, хороший консилер. Упаковка, ну, не скажешь прям, что там какая-то суперлюксовая. Красиво, хорошо выглядит. Я довольна осталась. И надолго хватит этих 15 мл. Поэтому тоже, если хотели, обратите внимание, по вторникам это акция. И третье, что я купила на сайте Bracard, это будет знаменитейший хайлайтер от бренда Wet n Wild Mega Glow. И оттенок у меня называется Blossom Glow E31, E319B. Сегодня он у меня на лице. Также покажу, как я его наносила. Он холодный розовый. Отливает немножко даже таким голубым. Упаковка, конечно, такая, знаете, дешевая. Стоил он по скидке 119 гривен. Это самая дешевая цена из тех, что я видела. Также он на iHerb представлен. На iHerb, кстати, 4 оттенка. Я видела на iRecommend. Девочки из России пишут, что у них только 2 оттенка. И вот видите, он немножко такой синевой отливает. Я отсюда стараюсь набирать, чтобы цветочек не портить. И вот так вот он выглядит. Он, мне кажется, идеально подойдет на зиму. Но я сегодня его совмещала с румянами. Такими розово-даже немножко фиолетово-уходящими. И мне нравится, как смотрится. Еще очень большой плюс этого хайлайтера. Несмотря на его бюджетную цену, он не содержит тарг в составе. Меня это покорило. Я решила заказать. Я бы купила и другие оттенки. Прям очень темные, золотистые мне не нужны. Потому что я не загораю. И я предпочитаю такие светлые. Но там есть оттенок ближе к шампанскому. Такой более золотистый. Но пока что я для себя решила, что у меня будет косметическая диета. Вот как раз после этих трех покупок. В бракарде всегда кладут какие-то пробнички. К подарку, к покупке. На этот раз мне вот такой вот положили пробничек. Крема от PAYO. Blue Technique Lisse JOUR. Дневной, да, получается. Вот такой вот крем для лица. Еще не пробовала, потому что не записывала покупки. Почему я решила, что я хочу косметическую диету? Хочу подобивать то, что у меня есть. У меня большие запасы и ухода. И декоративка вот теперь есть в запасе. Потому что двумя консилерами я не пользуюсь одновременно. И хайлайтер у меня заканчивается от MAC. Там уже такое большое донышко. Но еще можно им пользоваться, мне кажется, пару лет. Поэтому буду комбинировать тоже в зависимости от настроения. Итак, уже такие более осознанные у меня покупки дальше пошли. То, что мне именно необходимо. У меня засохла подводка от Belor Design. Я показывала в Stories в Instagram. У нее был какой-то бракованный колпачок. И он соскочил. И за ночь подводка полностью высохла. Поэтому я на смену взяла то, что я давно хотела. Видела у Наташи, Натка 555L. Вот такую вот подводочку от Maybelline. Называется она Hyper Easy Brush Tip Liner. То есть это подводка, фломастер с кисточкой на конце, как я люблю. Кончик у нее достаточно короткий. Напомнил мне кончик по длине от подводки Everline. Но это самая упругая кисточка из тех, которые мне встречались. У меня были подводки с кисточкой от L'Oreal, Belor Design, Physicians Formula. Кто еще? И Everline, да. Она классно рисует. И сегодня стрелочки я также оформила ею. Я давно не рисовала стрелки. Пока моя подводка засохла, это лежало, у меня прям руки дрожали. Но получилось очень даже неплохо, я считаю. Здесь есть вот такой вот шарик, можно взбалтывать. И очень такое лаконичное оформление. Видите, такие грани сделаны. В общем-то я осталась довольна. И надеюсь, что надолго мне ее хватит. Я хочу еще, девочки, подводку коричневую с таким же кончиком. К сожалению, коричневых подводок с такими кисточками, бюджетных более-менее, их нет. То есть вот у Everline, вот этих всех брендов, которые я перечислила, у них только черные. Поэтому я заказала на сайте iHerb от Physicians Formula. У них есть оттенок Deep Brown. Даже у нас на сайтах почему-то Physicians Formula тоже только в черном цвете представлена. Иногда не хочется очень сильно так ярко выделять глаза. Например, к нюдовому макияжу, но подводку все равно хочется. Получу, попробую, обязательно с вами поделюсь. Также у меня заканчивается мой гелевый черный карандаш от Lamelle. Он мне понравился, но все равно, знаете, не хочется повторять. Хочется что-то новенькое. Я спрашивала у девочек в Instagram, мне хотелось попробовать карандаши от Avon. И Ирина, BB Brain, мне посоветовала карандаш. Но, так как я говорила, у меня нет знакомого консультанта. И сейчас я зашла на сайте Makeup. Он стоит 170 гривен, этот карандаш гелевый. Его нужно точить. И доставка из Польши. Посмотрела я другие карандаши, Avon, механические. Но, как-то мне ничего не привлекло. И я взяла Essence. Он был еще и по акции. У меня есть уже карандаши из этой линейки. Я взяла черный. Сегодня я подводила им водную верхнюю линию, межресничку. Мне он понравился. Он был остренький, но уже немножечко списался. И вот как он рисует. Вот эта вторая полосочка. Карандашик достаточно стойкий. То есть, когда он застывает, трешь, он никуда не размазывается. Мне нравится, что не надо точить. И очень хорошо рисует по водной линии. Стрелочку я еще не пробовала. Но я стрелочки обычно карандашом и не рисую. Я осталась довольна. Вообще, вот эти карандашики меня радуют. Также, кто меня смотрит, вы знаете, что я делаю гель-лак сама дома. И вот в последний раз я сделала гель-лак в пятницу. И уже во вторник у меня появились сколы. То есть, там 3-4 дня где-то продержался. И где-то через неделю уже пошли сколы практически на каждом пальце. Я не знаю уже, что делать. Я давно слышала, но мне мама посоветовала акриловую пудру. Ей делает девочка. И укрепляет всегда ногти акриловой пудрой. Я решила заказать от бренда My Nail. Вот такая вот большая. Здесь 30 мл объем. Цена не очень отличается, что 5 грамм, вернее, а не миллилитров, что 30. То есть, она чуть-чуть только дороже. Еще я не пробовала. Потому что надо поснимать то, что у меня начало отпадать. Но она очень-очень мелкого такого помола. Не знаю, получится у меня или нет. В общем-то, попробую укрепить акриловой пудрой. Походить, сколько будет держаться так. И не знаю уже, что делать. Или буду снова записываться куда-то на маникюр. Или буду пока что укреплять свои ногти. И ходить либо без покрытия, либо с обычными лаками. И также за компанию в той пудре. Я посмотрела несколько видео. Девочки пользуются вот такими вот кисточками. Это у нас бренд Divya. Вот так вот она выглядит. Кто укрепляет акриловой пудрой сам или в салоне, подскажите. Есть разница, действительно ли лучше держится. Но я заметила, что даже обычный лак, когда у меня ноготь короткий и нет свободного края, который очень сильно гнется, у меня держится лучше. Может продержаться 2-3 дня. Если уже ногти длинные и длина уже достаточно большая, ноготь более подвижный, более гибкий, то тогда 1-2 дня это максимум продержится. Поэтому я думаю, что все-таки надо попробовать уже, а потом уже делать какие-то выводы. Также у меня был заказ на сайте Parfums. Я увидела видео Наташи Беларусь. Я ссылочку оставлю в инфобоксе. Также я делилась этим видео в сообществе YouTube. Видео о чистке лица методом холодного гидрирования. Что это такое? Вы сначала хорошо очищаете свое лицо. Прям до скрипа. Если у вас есть пенка какая-то или гель, который глубоко очищающий, можно также с кислотами использовать гель. Очищаете им лицо. Потом можно еще сделать пилинг. Либо это какой-то гаммаж, либо скрабик, либо пилинг-скатка. Чтобы кожа была очень-очень хорошо очищена. Потом толстым слоем наносится гель алоэ. Покрывается кожей пищевой пленкой. Оставляется на 20 минут. И вот этот гель, он как бы проникает в поры. Он помогает кожному салу выйти. И потом нужно умыться хорошо какой-то щеточкой. Или конжаковым спонжем. Или целлюлозным спонжем. Ну, в общем, то, что у вас есть для таких целей. И поры чистятся. Также, еще для лучшего эффекта, можно воспользоваться специальным инструментом для очистки пор. Это ложка Уно, петля там и так далее. Я захотела попробовать. И хотела перед тем, как снимать это видео, попробовать, чтобы вам рассказать свои впечатления. Но не успела. Потому что процедура занимает достаточно много времени. И его сейчас никогда у меня нет. Но обязательно попробую. Поделюсь либо в инстаграм, либо в отдельном видео каком-то. Обязательно расскажу. Я купила гель Алоэ от бренда Холика Холика. Здесь написано Алоэ 99%. И на самом деле в составе на первом месте стоит Алоэ. Потому что у меня был, например, гель от Исфолио. Я вам его показывала в пустых баночках. Там Алоэ стояло на пятом месте. Также там был спирт в составе. В общем, такой состав не очень. То есть здесь действительно на первом месте стоит Алоэ. На парфюмс была скидка на этот гель. Также я его видела вот недавно в Еве на полочке он стоит. То есть достать его вообще не проблема. На мейкапе есть, на iHerb есть. Но на iHerb дороже, чем на наших сайтах. Поэтому советую заказывать у нас. Объем здесь идет 250 мл. Есть также маленькие версии. Также вот тот гель Алоэ, который у меня был от Исфолио, я использовала на тело. После пребывания на солнышке, просто после бритья на ноги наносила, например. Мне понравилось. Поэтому думаю, что не пропадет. И также я купила два инструмента. Это вот такая вот ложка Уна. Еще не распаковывала, не пробовала. Я, честно говоря, такими инструментами никогда не пользовалась. И с ними нужно быть очень аккуратными, чтобы не сделать себе лишние царапины на лице. Ну, так как Наташа показывала, у нее очень классно получилось. И также взяла инструмент в виде петли. Вот такой вот, с одной стороны и с другой. Это от бренда Заубер. Тоже ссылочки оставлю. И последнее, что я заказала на парфюмс. В принципе, все равно, где заказывать. Но так как ты уже оплачиваешь доставку, то уже хочется все вместе заказать. Это у нас типсы для нанесения лака. Я ими пользуюсь. У меня такая коллекция лаков уже собралась. Также есть гель-лаки. Я наношу, потом выбираю, каким цветом хочу пользоваться. Цена тоже была приемлемая. На мейкапе, когда я смотрела, вот несколько заказов у меня было. Оставались только черного цвета. Мне показалось, что черные будут искажать оттенок, который будет на выходе получаться. И заказала тут. И остались у меня покупочки из магазина Ева. Я пошла в Еву за дезодорантом. Я сейчас занимаюсь кинезотерапией. Пару слов об этом. Это такая терапия, которая избавляет нас от боли в спине, от проблем с позвоночником, различные грыжи, протрузии, сколиоз, неправильная осанка, методом упражнений. То есть вам накачивают те мышцы, которые у вас не работают, которые у вас слабые. И растягивают те, которые перегружены, перенапряжены и находятся в очень сильном тонусе, которые зажаты. И эти упражнения проходят в зале, на тренажерах. И потом еще я хожу на массаж. Когда я пошла, я сейчас пользуюсь дезодорантом сайта iHerb. Я поняла, что он не справляется для каких-то более сильных физических нагрузок. Поэтому решила купить дезодорант в Еве. Кстати, я на своей страничке в инстаграм показывала покупки, которые я делала для спортзала. Если вам интересно, потому что я знаю, что не все мои зрители на ютуб подписаны на инстаграм, пишите, я сниму тогда отдельное видео о покупках одежды для спорта, если вам это интересно. Я выбрала дезодорант от бренда Nivea. Вот такой вот. Антистресс. Быстро высыхает. Действительно, очень быстро высыхает, что мне понравилось. Когда распыляешь, конечно, такой едкий запах, лучше его не вдыхать. Но действительно защищает очень классно. Вообще не было никакого запаха во время тренировки. И до вечера все было сухо и комфортно, как говорится. Поэтому я осталась довольна. Аромат достаточно приятный. Но по аромату уже, конечно, можно определиться. В магазине, естественно, вы не потестируете его. Но этот такой, можно сказать, достаточно нейтральный. И он долго не сохраняется. То есть он выветрился и все. И также, когда я дальше шла по Еве, увидела вот такую вот маску. Она последняя висела. Я ее схватила сразу же и пошла на кассу. Это у нас пилинг-маска. Это отшелушивающая, с салициловой кислотой, кислотный педикюр, профессиональный уход, салициловая кислота и АХ-кислоты. Тоже увидела я ее у Вики, Lady Beauty Blog, по-моему, так называется канал. И она очень хвалила. Я хотела несколько раз уже в Еве приобрести. Но ее никогда не было на полочке. Ценник висит, а маски нет. Также на сайте Ева, когда делала заказ, тоже не было. Поэтому решила надо брать. Стоит 60 гривен. И показала в инстаграм. Девочки писали, что кожа потом облазит несколько дней, как у змеи. Но результат классный. Попробую, конечно же, расскажу в пустых баночках. И третий продукт можно было выбрать себе бесплатно. То есть, ну, в том же районе. 50-60 гривен, чтобы получить вот эту скидку. Я выбрала маску от бренда Vitex. Вот это не совсем нужная покупка. Но так как пошла в подарок, я считаю, что можно взять. Это серебряная маска-фольга для лица с антимикробным действием. При нанесении на кожу серебряная маска превращается в пленку-фольгу. Активные компоненты которой проникают в глубокие слои кожи. И способствуют ее оздоровлению. Снимают воспаление. Ускоряют процесс оживления. Нормализуют работу сальных желез. Избавляют от сухости и шелушения. Матируют. В общем, глубоко очищают от спора токсинов, загрязнений. И улучшают общее состояние кожи и ее структуру. Очень много обещает. Есть на втором и третьем месте алкоголь. Я так думаю, что он испаряется. За счет этого маска застывает. Превращается в эту пленочку. В общем, я вообще маски-пленки люблю. У меня очень давно когда-то была маска-пленка от Avon с черной икрой. И давно не было. Поэтому думаю, что попробую. И уже, конечно, с вами буду делиться. Спасибо большое всем за просмотр. Если вам это видео понравилось, ставьте лайк. Пишите, что вы пробовали из того, что я показывала. Может, кто-то пробовал вот эту масочку. Как она вам, пишите. И подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм. Мне будет очень приятно. А мы увидимся с вами в новых видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok